В Азбесте подвели итоги летней оздоровительной кампании. Участники комиссии высоко оценили организацию отдыха детей. Но в то же время отметили, попасть в загородные лагеря и санаторий удалось далеко не всем желающим. Приходила, я уже все пороги обила у них, у специалистов, они меня уже в лицо знают. На вторую смену не дали, почему? Нет, за 20% поедете. Да поеду, говорю, за полную стоимость. Дети сидят в четырех стенах. Что, мои дети недостойны отдыха в заре? Почему наши путевки отданы по области? Почему Екатеринбург к нам едет? Внешний Тагин, Сухой Лог. Единственный лагерь на весь город. Выступление этой женщины, прозвучавшей на Думе после отчета главы города, вспомнили на заседании оздоровительной комиссии. В то время как к уровню организации летнего отдыха у участников не возникло особых претензий, вопрос обеспечения детей путевками стоял достаточно остро. Проблема она есть, давайте ее признавать. Мы слышали это на отчете главы округа, когда одна из представителей, мама многодетной семьи, встала и сказала то, как она есть. Вот само по себе соотношение я сейчас прямо из доклада могу сказать. 320 мест санаторное оздоровление подано путевок 675 заявлений. Заря 1275 с максимальной своей мощностью подано 1901. Начальник городского управления образованием Наталья Тихонова также отметила, что для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, выделяется лишь 10% путевок. Поэтому для льготных категорий детский отдых и оздоровление обеспечиваются не полностью. На 1900 заявлений у нас есть лагерные территории, давайте 1900 мы берем с учетом демографического, так скажем, изменения, берем себе на, так скажем, освоение этого показателя. Но здесь стоят финансы. Если по отдыху в условиях санатория мы понимаем, что это областной бюджет, где тоже нужно еще суметь отстоять свои права, что мы уже говорим, у нас детей, нуждающихся в санаторном оздоровлении, намного больше, чем мы сегодня их охватываем. Нам нужны средства именно по городу Азбесту для того, чтобы мы этот процент увеличили. Деньги на детский отдых придется заложить в городском бюджете на 2016 год, который обещает быть сложным. Помочь детским отдыхом могли бы предприятия и профсоюзы. Родитель согласен сегодня вкладывать в своего ребенка, даже молодой родитель. Конечно, не в тех объемах, чтобы оплачивать заграничный отпуск. Он согласен ехать вместе. То есть хорошие предложения от профсоюзов в былые времена были, мать и дитя, путевки. Система компенсации может быть различная. Поэтому прямое участие работодателей здесь нам тоже очень необходимо. Также Наталья Тихонова обратила внимание на то, что при планировании летней оздоровительной кампании на будущий год следует учесть распределение путевок по возрастным группам. Сама была на открытии, закрытии линии оздоровительной смены. Мы видим преобладающее количество детей в возрасте все-таки от 6,5 до 11 лет. Где дети с 12 лет? Знаем, что определенные показатели у нас снижены по охвату в школьных лагерях, в трудовых экологических отрядах из-за отсутствия финансирования. То есть где дети? Дети дома. Организовать в трудовые отряды удалось 599 человек. В прошлом году их число доходило до тысячи. Среди причин специалисты Центра занятости назвали ужесточение норм для временного трудоустройства, что затрудняло прохождение медкомиссии, а также урезание программ, направленных на трудоустройство подростков. Подавляющее большинство ребят работали в школьных отрядах, и лишь 18 человек смогли трудоустроиться на предприятиях. Одна из проблем 2015 года, Остарая острова, заметно снизилось количество работодателей, создающих рабочие места для подростков. В прошлом году их было всего 12, в этом году, повторяю, всего 5. Конечно, объясняется это и климической ситуацией, и квалификационной временем. Да, да, да. Есть очень много причин. Прежде всего, дополнительная ответственность, конечно, работодателей, и большой уровень проверок и согласований. Однако, программа занятости подростков на 2015 год еще не завершена. До конца года в ней смогут поучаствовать и подзаработать еще 35 детей. Татьяна Мельникова, Антон Машков, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова